Всем привет! Сегодня мы поговорим про то, какие ножи можно носить в городе и как это правильно делать, а делать это нужно скрытно. С ношением холодного оружия, либо запрещенного к обороту, я надеюсь, объяснять не стоит, что закон это не позволяет, соответственно, проблем себе ножевать я не рекомендую. А вот касательно того, что носить по закону можно, это в принципе любые хозяйственно-бытовые ножи. Я бы рекомендовал все же отдавать предпочтение ножам, которые прежде всего удобны в ношении, так как львиную долю времени вы все-таки нож носите и только малую часть времени используете. То есть, например, сегодня я носил нож на протяжении 16 часов, а использовал его по делу минуты 3. Я думаю, понятно, что пропорция там весьма-весьма, то есть как бы в основном вы нож носите. Так как в городе обращение с ножом может привлекать внимание окружающих, в том числе людей с ослабленной психикой, считающих любой острый предмет грозным оружием, лучше отдавать предпочтение компактным клинкам классического вида. Я имею в виду, что ношение спайдерка Цивилиан сложно объяснить необходимостью только удобного открывания посылок. Мой совет. Лучше меньше привлекать внимание к своему ножу и при его использовании по прямому назначению не распугивать людей. В качестве хозяйственного инструмента ножи все-таки применяем и при ношении, в общем-то, это довольно важно. Ну и при применении, само собой. Рекомендую сделать прорезь, например, на внутренней стороне кармана, таким образом, чтобы клипсу складного ножа не было видно. Лично у меня такая прорезь, наверное, на всех брюках, которые я ношу. Меньше внимания окружающих, меньше шансов зацепиться где-то клипсой, меньше шансов потерять нож или что его незаметно сорвет с кармана. Ну, по поводу зацепиться клипсой, во-первых, у меня было такое, что я цеплялся клипсой, клипса отгибалась, потом приходилось ее разбирать, подправлять и так далее. Ну, не самая приятная процедура. Но еще мне приятно было, когда я клипсой цеплялся за автомобиль и немного царапал его. То есть, ну да, узкий бывает момент, когда заходишь в автомобиль, вот, дверь там широко не раскроешь, протискиваешься, так скажем, и чирк, вот, и на двери царапина. И как бы вот этого вот вообще прям не хотелось бы. Поэтому советую вам носить нож внутри кармана, а не совсем на нем. Вот, да, внимание окружающих к вашему ножу может быть, ко всему прочему, опасно. У меня была ситуация, когда посторонний совершенно человек, который я первый раз вижу, заметив на кармане моих брюк клипсу ножа, тогда я еще носил его не так скрытно, попросил его посмотреть. А получив от меня отказ, стал поджидать меня на выходе из магазина с еще двумя своими друзьями. Показать нож, на мой взгляд, опасно, не зная, что на уме у человека, который первый раз, в общем-то, ко мне подошел, первый раз я его вижу, вот, ко всему прочему, он мне не внушал доверия. Вот, не показать нож, ну тоже, простите, группа лиц настойчиво требует, перекрыв мне выход с магазина, ну там ступенечки и перекрыв выход. В той ситуации я достал нож, таким весьма резким движением, по-моему, это была спайдерка Милитари, и сказал, что пусть посмотрит в моих руках, конечно же, в моих руках, в плане того, что я держал нож в своей руке, и говорю, как бы, ну вот, посмотри, клиночек, вот, можешь увидеть, вот, нож, само собой, я сказал, что я не дам, вот. И, конечно же, все эти разговоры на грани различных таких нехороших ситуаций, где ваш нож без вашего на то намерения может из разряда помощника в быту, ну вот, которым вы открываете там упаковки, режете колбаску за обедом, представлять опасность как для окружающих в случае развития событий каких-то неблагоприятных, так и для вас, опять-таки, последствий всего. Короче говоря, хорошо, что вопрос решился, человек, в принципе, понял серьезность моих намерений, того, что я, как бы, не собираюсь, как бы, конфликтовать, ну и нож отдавать тоже не собираюсь. Ну, поймите правильно, я сейчас отдам нож человеку, он, например, возьмет его и побежит, и как мне отобрать свой нож, или подарить ему спайдерка Милитари, или то же самое, а если он возьмет мой нож и пырнет меня этим ножом, то есть, как бы, понятно, что незнакомому человеку я давать нож не хочу, но тут в какой-то степени, да, как бы, конечно же, ну, на мой взгляд, это была наглость с его стороны, но, и опять-таки, повторюсь, человек не внушал мне доверия своим внешним видом и своим поведением, но все-таки вопрос в том, что, может быть, я мог его как-то спровоцировать, имеется в виду тем, что мой нож был заметен для окружающих. Я сделал выводы и решил, что лучше мой нож будет максимально скрытно носиться. Это мой опыт, которым я с вами делюсь. Причем, ну, ситуации-то разные бывают, я вам все не опишу, но просто, как бы, один из примеров. В общем-то, лучше, чтобы окружающие о наличии у вас ножа не догадывались. Единственный правильный способ ношения ножа в городе – это скрытное ношение. Вот такой мой опыт, более чем 10 лет я уже ножи ношу и делюсь с вами опытом. В общем-то, тяжелая и крупная модель быстро начнет обременять вас, оттягивать ваш карман, мешаться и, в общем-то, вам будет некомфортно. Агрессивная насечка на рукояти за несколько месяцев до дыр протирает карман. Лучше иметь с собой легкий компактный нож, легкого компактного такого помощника, чем нож, который будет носиться в тягость ради никому не нужного выпендрежа, понтов и тому подобного. Ну и, конечно, в случае общения с сотрудниками полиции наличие страшного, брутального обосновать будет куда сложнее. Дело даже не в законе, а просто в здравом смысле. Все живые люди, имеющие еще и свой какой-то жизненный опыт, если вы хотите иметь нож в качестве средства самообороны, лучше обзаведитесь газовым баллончиком. Останавливающее действие есть, травм нет, но есть различные другие, там, аэрозольные распылители по типу удара и так далее. Сейчас их много на самом деле различных, выбирайте на свой вкус и цвет. Но, конечно же, любое средство самообороны эффективно в умелых руках, когда человек обладает еще и навыками самозащиты. На мой взгляд, иметь опыт в боевых искусствах строго обязательно для всех. Иначе непонятно, как вы дожили до своих лет и тем более, как собираетесь жить дальше. Выбор боевого искусства это уже вопрос личных предпочтений, что вам ближе. Я довольно много с чем знаком лично, не понаслышке, но наиболее у меня сложилось с айкидо. Так уж получилось, что сейчас у меня пятый дан по айкидо и один из моих учеников тоже аттестованы на черные пояса в городе Ставрополь, где я веду свои тренировки уже на протяжении 15 лет на момент съемки видеообзора. И резюмируя, навыки боевых искусств очень полезны в жизни. А возвращаясь к теме ножа, я убежден, что в городе лучше носить с собой удобный нож, который нужен исключительно для решения бытовых задач, при этом не пугая окружающих. Если бы вы спросили меня про идеально сбалансированный нож для города, лично я уже на протяжении более чем 10 лет сравниваю все свои ножи с определенным для меня эталоном. Иконой EDC ножа, спайдерка эндурой. Выбирайте себе нож, который вам будет нравиться, ведь прежде всего он должен радовать своего владельца. Но только немножечко поправочку, в плане того, чтобы вы можете взять себе очень-очень харизматичный нож и хранить его дома, а носить лучше тоже нож, который вас будет радовать, но просто может быть тот нож, который еще и не будет распугивать окружающих и вызывать какие-то недоуменные возгласы в ваш адрес. Вот такой мой совет. Носите ножи скрытно, носите ножи правильно. Это поможет вам избежать многих проблем и будет, в общем-то, нож вас радовать, выручая вас как хозяйственный такой инструмент, на самом деле очень-очень полезный, без которого ни один человек, наверное, ни одного дня не живет. Ну, я не говорю там про детей, да, но даже вот с утреца там намазать маслица на хлебушек, и то люди пользуются ножами. Вот, большое спасибо, всем огромной удачи, всем счастливо, всем пока.